Я её только сейчас увидел. В общем, дорогие зрители, всем ещё раз привет. Мы вот начали только-только сейчас запись, извиняюсь, что не с самого начала. Вот пропустили немножечко. Продолжаем играть в Reason One. Готику вот буквально чуть-чуть недавно закончили и ринулись сюда. Так, смотрим, что у нас по хпшечке есть. По хпшечке мы можем мяско пожарить, но пока что у нас нет возможности. Есть слабая зелица, но неохота его пить, потому что хп довольно-таки ещё неплохо. Давайте скушаем мяско. Прямо из инвентаря. Во, хорош. Отлично, идём дальше. Так, что у нас ждёт впереди? Да много чего ждёт впереди. Мы тут вроде всех падальщиков убили. Насколько я помню, они падальщики именно называются. Так, не посмотрел имя, к сожалению. Хоть фасейвы можно постоянно делать. Дело в том, что не видно инвентаря, когда лутаешь. Ну, ясно. Так, ладненько, осматриваемся. Тут очень крутая пещера, но тут надо быть очень осторожным. Мы увидим гномов, так называемых, которые очень похожи на гоблинов, но они такие смекалистые, скажем так. Имеют свои фишечки. Чувствуется, ты сильно во время крушения ударился? Мы яблочко скушали. Так, ладно, не отвлекаемся. Надо взять себя в руки и идти в пещерку. Когда труп обыскивал, не видно было лут. Бикрок, мы уже чуть-чуть подправили чатик, должно быть сейчас получше. Ну, сейчас вы посмотрите, скажем. Вот мне не нравится, когда я так вот без подготовки начинаю стримы, потому что такие вот проблемы начинаются. Опа. И растенница какая. Подбираем. Слушайте, какая потрясающая музыка. Не, я хочу реально вот звук погромче сделать. Не окружение, а музыка. Музыка я хочу громче. Музыка это самое оно, самая атмосфера в Готике. Так, пытаемся кого-то сагрить. За кого ты будешь играть, мага, воина или разбойника? На ГГ есть голосовалочка. Проголосуйте все, кто хотите. Привет, Готик уже прошел? Да, буквально минут 30-40 назад. Эй, ну ты чего? Так, сразу говорю, тут блоки можно ставить, но они такие тут. Без счета, в общем, блок он почти бесполезен. Пока лидирует маг, говорят. Эй, ну ты чего? Он стоит такой хитрый. Давай, давай, давай. Как же он классно прыгает, как же анимация эта сделана. Ох, ох, ох. Давай. Один на один, я в тебя верю. Черт, не один на один. Ладно, давайте по... Ох, нифига себе, Чардж. Черт. Вот, вот что говорит отвык играть. Так, блочим. Так, один раз попали. Давай, давай, давай. Отлично. Слили. Берем все. Так, они вроде не агрятся. Восстанавливаем чуть-чуть хпшечки. Убираем инвентарь и принимаем этого парня. Эй. Какой же он все-таки собака шустрый. Ох, ох, ох. Слил. Но ничего, ничего. Сейчас мы соберемся, народ. Фу. Сейчас мы соберемся и всех сделаем. Леди Лина что-то написала. Спасибо, там написали. Да, Леди Лина, кстати, тебе огромнейший привет. Фух. Ничего, ничего. Сейчас все будет нормально. Привык к изувальщинам третьей готики. А ну, вспоминай первую, вторую. Да. First Blood. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Фу. На самом деле это, ну, очень легко. Просто я не размялся. Я привык еще к готике третьей. Что ж поделать. Довольно долго там играли. Там такие замедленные удары, что я отвык реально от шустрых. Фу. Они предметами кидаются. Да. То есть они берут камни, там, не знаю, либо как, либо что-то еще. И начинают прям рыбой даже в тебя могут закинуть. То есть, я не знаю, репой они могут кинуть или нет, но рыбу и камни я точно видел. Бэ, без чата, не видать лут. Блин. Ну, лут-то что? Мы, если что, я могу говорить лут. Если вам проблемно, давайте так. Я буду рассказывать, что мы подбираем. Вот, растеницы маны. Фу. Черт. А мы тут даже не сохранились, когда убили. Вот в этой игре надо постоянно сохраняться. Тупо из-за того, что сейвы довольно-таки быстрые. И почему нет? Так, принимаем его. Так. Ага, отлично. Эй! Ну ты чего? Чат предлагают вообще убрать. Давайте я его сделаю очень маленьким. Вот и все. Эй! Ну-ну-ну! Так, последний остался. Но он брез... Ах, черт с чарджем. Чардж, конечно, у него отбока. Хорошо. Я обрежу сейчас чат, как вы и говорите. Если вам неудобно, сделаю его куда-то вниз. Ах, печально это все. Ладненько. Просто очень маленький чат сделаю. Вот такой чат, я думаю, пойдет. Куда-нибудь сюда его поставим. Здесь тоже все уменьшим. Так, вот так вообще сделаем. Ладно. Завтра, я думаю, как-нибудь разберемся с чатом. А пока что я вот так вот сделаю. И, наверное... Хотя у меня есть еще одна окантовочка. Можно квадратный чат сделать, да и все. Если вы не против, еще пару минут перерывчик. Вот как-то вот так вот. Так. Черт, столько проблем из-за этого чата. Надо же на потомков оставить, чтобы они видели, как мы переписывались. Вот, вот сейчас вот должно быть все нормально. Мы сейчас еще чуть-чуть его уменьшим. Как-то так. Маленький чатик для большого комьюнити. Пойдет, я думаю, да, народ? Все видно должно быть. Вроде избавился от всех проблем. Извиняюсь за такой косяк. Фу. Ладно. Сейчас все будет окей. Записывает компромат на нас, хитрец. Так. Так, нет, ничего, не загружаемся. Черт, а нас же слили. Вот автосейв. Окей, делаем. Вот такого размера чат. Самый... Что, 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 что? Самый левый... Самый правый верхний угол. Все будет отлично. Инфа 100%. Эх, черт. Опа. Вот он Ризан, да. Всем еще раз огромнейший привет. Сори, что такие косяки на начале. Ну вот, без подготовочки начали. Пусть все так и будет, да. Я тоже согласен с птямом. Пускай уже так и будет. Ачивки делать будешь? А у меня, по-моему, в этом Ризане уже почти все сделано. Давай тащи ее, что ты халявишь. А то загрузки долгие, умирать нельзя. Да, я согласен. Сейчас я соберусь, не беспокойтесь. Забейте на этих советчиков. Ну, мы сейчас чатик поправили, а там уже будем решать. Так. С чатиком все нормально? Да, должно быть нормально. Лого Ризана забыл. Да, ты, господи, вы издеваетесь просто. Лого Ризана забыл. Не одно, так другое. Сегодня просто какой-то невезучий день на старте у меня. Ладно, поехали. Все, вот сейчас я уже не буду ни к чему лезть, даже если будет чатик мешать. Все. Потому что слишком долго и слишком много. Так. Надо что-то перекусить, но кроме селедки у нас нету ничего. Да, ее надо жарить. Есть вино, но это все мана добавляет, к сожалению. Ладно. Ничего. Собираем парней и принимаем их. Я все нормально, не переживай. Спасибо, Экс. Так, принимаем парня. Я говорю, принимаем парня. Давай, иди сюда. За кого играешь? Пока еще не решили. Фулана. Так. Давай, иди сюда. Надо его на блок первые удары принимать. У него очень сильные первые удары. Ну, вы видели. То есть, там даже не серия, а... Два-три сильных удара бывает на носе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я... Сейчас чуть не отдался. Хорош. Вот сейчас еле хорошо. Правда, еще бы пару первых ударов не принял. Вообще было бы шикарно. Так. Давай два ударчика. Раз. Давай еще. Ну. Вот чертяга, смотрите. Они падлоумные. Так, и третий еще был. Ага, отлично. Отлично. Фух. Так, все съели, все подобрали. Хм. Давайте вот две... Эй, да какого? Какого хрена просто? Фух. Третий подошел. Ни к селу, ни к городу просто. Давай, один. Еще серию. Я верю в тебя. Давай, 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 давай. Что ж ты так? Один. Эй, эй, эй. Иди ты в баню, короче. Что, серии не хочет делать? Ясно. Сильно не халтурим, не халявим, потому что он нас убьет одним ударом. Давай, давай. Что ты смотришь так на нас? Раз. Два. Раз. Фух. По красоте сделали их на самом деле. Прям буквально на последний хп. Вот сейчас можно спокойно скушать слабое зелье лечения, потому что, ну, очень много хп потратили. Фух. Неплохо, неплохо. Вот сейчас стоит сейв, да, да, да. Кстати, сейвы нельзя менять, это меня выручает, потому что на f8, f9 сейв. Случайно на f9 нажимаешь и пошел назад. Ладненько, собираем все. Ризан, продолжение готики. Начало очень похоже на продолжение... Мне потребуется сковородка. Да, вот какой интересный персонаж. Мне потребуется, говорит, сковородка. В общем, в начале очень похоже, что это продолжение, но в итоге-то на самом деле мы-то знаем, что это отдельный мир, скорее всего. Магия казуальщина. Не нужно их. Ну, окей. Просто магии зато красивы, помимо того, что они казуальны. То есть, да, у них там гораздо проще ими играть, чем, я думаю, милишными бойцами. Но зато, так, во-первых, сейв. Зато у них очень красивые спеллы. Так, надо их агрить потихоньку. Желательно по одному, они довольно жесткие в начале. Так, ладно, бежим, давайте на этого просто... Эй, ты-ты-ты. Вот два клик не работает, явно. Так. Бьет, отлично. Мы разменялись, хорошо зашли. Давай, Карл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, они довольно-таки шустрые. Два. Два удара, окей. Мы тоже два удара. Давай еще. Отлично, слили. Хорош. Фух. Подбираем все это дело. Размен в плюс, да. Более чем в плюс. Кто-нибудь следит за Ризен 3? По роликам маг очень крутой. Ну, Ризен 3 на самом деле милишные бои почти такие же, как Ризен 2, поэтому я считаю, что они так себе. Маги, кстати, да. Там и вступительная часть мне больше всего понравилась. Ну, посмотрим вообще, как Ризен 3 будет. Давайте сначала Ризен 1 пройдем. Готику мили пришли. За мага Ризен все честно. Ладненько. В любом случае, будем проходить так, как вы хотите. Давайте осматриваться. Тут очень классно сделано кристаллы, заметьте. Прямо мне очень сильно нравится. Ладно, идемте дальше. Народ, как по картинке? Хорошо ли, плохо ли? Как меня слышно? Если все хорошо, напишите плюс. Если будут какие-то проблемы, минус. А если упырь, то ноль. Если я упырь, то ноль. Так, ладненько. Единственный, наверное, косяк в игре, который прям всем заметен, это вот это вот. Хорошо бы я умел проводить разведку. Вот это сильно. Хорошо бы я умел проводить разведку. Плюс, короче, но я нолик. Примем к сведению. Так. Тут вернули возможность запрыгивать на всякие скалы, и это, по-моему, очень круто. Давайте вернемся назад к нашей даме, потому что, ну, не дело оставлять даму одну. Как-никак. Ладненько, бежим вперед. Фу. Там разведка руды же, да. Ну, это косяк такой, скажем так, переводчиков, возможно. Ну, это уже не особо важно, на самом деле. Игра и переведена, и все остальное почти на высшем качестве. Очень красиво, и все хорошо. Мне нравится. Так. Секундочку. Я поменяю местоположение стула, а то он чуть-чуть неровненько стоит. Оп. Все. Плюс, стример, как всегда, бодро и весел. Да. Все для вас. Так. Давайте дамочку, наверное, будем сразу спасать. Или нам все-таки стоит обойти? Нет. Я думаю, стоит обойти. На максимальной графике играешь? Да. Давайте еще раз на всякий случай покажем. Играем на самой максимальной сложности и на максимальной графике. Ну, сейчас вот это вот еще поставим. Все максимальной графикой. Все довольны? Надеюсь, все счастливы. Вот. Очень осторожно тут надо проходить, потому что как бы и волчки могут быть, и ежи, и вот такие вот... Ой-ой-ой, и еж тут. Молодая шипящая крыса. Давайте будем их называть ежами. Все-таки как-никак очень похоже. Хуа. При желании можно еще инжекторы поставить, чтобы бафнуть графончик. Инжекторы? Это про что? Если вы поясните, мы обязательно поставим. Вроде как игра не сильно требовательна. Так. Вот тут надо быть очень осторожным. Грифон может... Ой-ой-ой-ой-ой. Фу, как это же было близко, народ, а? Нужно пере... Не-не-не-не, все нормально. Даже не требовала игра. Вы о чем? Не надо перезаходить. Все окей. Дикобраз это. Да мне просто нравится его называть ежом. Очки здоровья. Давайте лечебный корень, наверное, съедим, потому что хп очень мало. Съели? Нормас. Хоть так будет. Ох, кстати, у нас есть жареная рыбка. Откуда она? Ну, в любом случае, кушаем. Я думаю, все, кто фанател от Готики 2, когда можно было кушать, вспомнят это то приятное чувство, когда можно из инвентаря кушать почти все, что есть. Ладно. Сейф и говорим с дамочкой. Я готов. Пошли. Самое подходящее время. Где-то здесь должна быть тропа, ведущая вглубь острова. Давай найдем ее. Осторожнее. За деревьями что-то шевелится. Эй-эй-эй. Ждобься. Доставай оружие. Да уже я готов. Кто тут? Где тут? Подстава, дамочка. Подстава. Не более, не менее. Так, ну, наверное, она говорила вот про этого парня, который должен нас был встретить, но тем временем мы просто его убили до этого. Так, ладненько, идем дальше. Ох, еще один у нас тут ждет парень. Ну, давайте его примем. Эй! Фух. Так, отходим немножко. Отлично. Левел аф. Ох, какой приятный и давно забытый звук. Левел афа. Вообще, на самом деле, мне звуки больше всего нравятся в Готике 2, вот эти вот, когда левелапаешься. Еще бы можно было бы их сюда поставить, было бы очень хорошо. В кусты ее веди, Наркан говорит. А мы и так через кусты, так что не надо ля-ля. Тут куста где-то есть щит. Обыскивать все под скалами. А, скалами. Так, мы вроде как искали, но не нашли. Щит, говорят, под скалами есть. Ладненько. На щит, в принципе, упор не обязательно ставить, потому что вначале, я думаю, нам нужен будет хардкор в любом случае. Так. Тут очень клевые кусты. Мне они очень нравятся, потому что они пропадают. То есть, вы идете, и вот смотрите, нет таких ошибок, как было в Готике 3. Они просто пропадают по дороге. И Вижену не мешают. Это очень классно. Уже прошел Готику 3? Да, мы прошли Готику 3. Записи будут в скором времени, не беспокойтесь. И, пожалуйста, народ, если кто-то спрашивает про прохождение Готики 3, отписывайтесь в чате. Потому что, ну, запись-то идет, и не особо, думаю, кому-то будет приятно, когда я буду 10 раз повторять. Мы прошли Готику 3. Посмотрите там в записях. Ладненько, идем. Что у нас тут дальше? А дальше нас ждут волчок. Первый волчок, тем временем. Так, только надо все осмотреть. Тут мята. Мяту подбираем. Мята, это хорошо. Так, что у нас тут дальше? Ох-ох-ох-ох-ох. А тут как будто секреточка, но которую такое чувство, что не доделали. Ладно, идем вперед. Кстати, один огромнейший плюс. Есть возможность отступать, видите? То есть мы вытаскиваем пушку, и мы можем вот так вот легко отступать вправо, либо влево. То есть такие фаст-перекаты. Это почти Dark Souls. Ладненько. Принимаем волчка. Разрешение 640 на 480. Мыло режет... Да нет. Вы что? Мы играем на самой высокой графике. Должно быть, его привлек запах тел на берегу. По крайней мере, теперь у нас есть немного мяса. Нам понадобится огонь или печь. Если уж мне приходится питаться крысами, я не ем их сырыми. Если найдем сковородку, можем его пожарить. Жареное мясо восстанавливает энергию. Даже если это всего лишь крыса. И еще бы нам не помешали лекарственные растения. Возможно, здесь что-нибудь подобное растет. Посматривай по сторонам. Да, без проблем. Будем все осматривать и подбирать. Вот, например, кстати, корень, кажется, да? Нет, ягода. Тьфу ты, господи. Бигнян Мегаста. Посмотрел твой стрим, скачал все части готики. Респект тебе, молодец. Вспомнишь, давно забытые чувства. Так, идем дальше. Тут травка растет. Все это, естественно, подбираем. Вот, женщина уже начала мозг выносить. А, Боид говорит. Есть такое, бывает. Видишь факелы? Тут должны быть люди неподалеку. Думаешь, нам надо двигаться в сторону факелов? Может быть. Кстати, тебя же зовут Сара, точно. Надо не забывать это. Смотря на эту женщину, я понял, почему в первых готиках не было девушек. А вообще, они были. И в первую, и в второй. В первую, правда, их было мало, но они обычно в таких вульгарных нарядах были. Эй, голодный волк. Я его видел, но он почему-то так хорошо зачаржился к нам. Так, отлично, слили. Хорош. Собираем все. Отличненько. Золотая монетка, тут кровь, видимо. Видимо, волк кого-то все-таки тут подгрыз. Окейшки. Все берем, молодцы. Так, что у нас тут дальше? Сверху может быть секреточка. Так, есть ли тут секреточка? Я вот не помню. Нет, нету, к сожалению. Ладно, ну тут хотя бы неписи не тупят, вроде проходят нормально. Я останусь здесь, вот видите. Эй, ты чё? Говорит, я останусь здесь. Да ты чё, совсем с ума сошла? Что ты... Вообще, что ты делаешь, уважаемая? Ладно, идем дальше. Справа, по-моему, тут должен быть кто-то. Да, вон еж стоит. Так, давайте подсейвимся. А я в детстве пропустил всю готику вообще, так что теперь даже ностальгии нет. Скорно. Вот печально, конечно. Так, принимаем. Отлично. Еще и хилочка лежит. Просто супер. Отлично. Все подбираем. Идем вперед. Это наш первый домик, уважаемая. Ты готова? Мы идем? Идем. Ладно. Неважно, в общем. В третьей у повстанца в Мертане была одна женщина. А в Нортленде в третьей мы тоже встречали воительниц. Довольно-таки много их было там. Так, окей, ушки. Смотрим, что у нас тут дальше. Это дом. И вдобавок заброшен. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Что бы это ни было, мне оно уже не нравится. Давай осмотримся. Можем найти что-нибудь полезное. Ты загляни внутрь, а я снаружи покараулю. Позову тебя, если еще крысы появятся. Нормально такая. Ладно, давайте все соберем. Тут сырое мяско подбираем, естественно. Скамеечка. Хлебушек. Ох, да мы пировать сегодня будем. Тоже может научить меня вскрывать замки. Так, ну мы можем тут найти ключик, поэтому без проблем мы его откроем. Давай, открывай, мужик. Простой сундучок. Отлично. Еще и сковородочка. Вот сковородочка это must have во всех частях, потому что без сковородки мы не можем ни на костре, ни где жарить. Давайте восстановим чуть-чуть хпшечки. Давай, давай. Пей, мужик. Будь мужиком. Восстанавливай хп. Фу. Так. По-моему, тут кто-то был все-таки. Да, вон волчонок. Давайте примем. Кстати, графика, я думаю, неплохая. Даже по местным меркам. Ну, то есть вот нашим нынешним. Довольно-таки приятно и... Скажем так, побуждающая вспомнить Готику 2. Так, сейвимся. И убиваем парня. Тут еще один голодный волк. Он чаржится, как мы видим, но безуспешно. Так, травку. Травку все мы подбираем. Травка это приятная штука вообще. И вообще, на самом деле, все части Готики и Ризена очень способствуют, я не знаю, выдержке что ли. Надо каждую травку подбирать по максимуму. Правда, под конец игры уже начинает немного побесивать. 2 worlds играть будем? Посмотрим, тем... Я пробовал, устанавливал, но как-то времени не хватило поиграть в 2 worlds. Фу! Так, что у нас тут дальше? Есть грибочек. Ну, грибочек это, конечно, хорошо. Что еще есть тут? Так. Вроде никого нету. Ладно. Подбираем лечебное растение. Есть ли еще что-то? Да должно быть. Ну, кроме простого сундука, естественно. Фу! Что-то мыльцо конкретное. Даша говорит, 94. Вы уверены, что мыльцо? Вроде как должно быть нормально. Так, идем дальше. Собирал все травы во время прохождения. В конце некоторых было по тысячу. Да, есть такая тема. Вообще, сама по себе, игра немножко так мылит. Ну, спецэффекты такие. С этим я ничего поделать не могу. Похоже, в этом доме давно уже никого нет. Я нашел только запертый сундук. Но если у тебя нет ключа или таланта вскрывать замки, этот сундук так и останется запертым. Качество, говорят, плохое. В готике было лучше. Серьезно? Ну, погодите, давайте я посмотрю. Ну, не должно быть плохое качество. Вы о чем? Ну, блин, извиняюсь, как есть вот. Если такое качество, ну, извиняйте. На премиуме, говорят, нет мыльца. Ну, вот видите, как бы, дело не в моей проблеме. Это, собственно, гудгейм конвектирует 720p и не очень. То есть, как бы, не от меня зависит это. Успокойся, играй просто и все. Окей, спасибо тебе. Я смог открыть сундук в доме. Нашел что-нибудь полезное? Только сковородку. Остальное просто хлам. Ну, по крайней мере, теперь мы можем поджарить мясо. Я бы не отказалась от жареного мяса сейчас. Будем считать, что это говядина. Думаю, ты тоже не прочь поесть. Да, давайте пожарим мяско немного. Ох, то совсем забытое чувство, когда нету мяса на сковородке, а оно жарится. Ой, глядя, ничего. Это сильно, да. На, кушай, дорогая. Вот тебе жареное мясо. До тех пор, пока не начнешь задумываться, чем оно было при жизни. А это неплохо. Может, поэкспериментировать с битрейтом вне стрима. У нас поток идет в... Ту, господи, в 3 мегабита. И полторашка расширения. Должно быть все более чем. Так, давайте все мясо пожарим. Давай, 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 жарим. Неплохо пахнет. Давай еще. Вот, вот, пошло дело, пошло у нас. Выглядит ничего. Бери ее в жены, она не такая привередливая. Да, возможно. Нам нужно продвигаться внутрь материка. Слушай, я сожалею, но мне действительно необходим отдых. Эта буря меня истощила. У меня кончились все силы. Я отдохну тут немного. Ну, хорошо, а почему нет? Ладно, я вернусь за тобой, когда буду знать немного больше об этом месте. Не беспокойся за меня. И соблюдая осторожность. К северу отсюда есть тропа. Похоже, что она ведет вглубь материка. Может быть там есть какое-нибудь поселение? Вот, первая глава. Ух, какая ностальгия по готике просто. Главы, тут есть главы, и это самое важное. В какую франкцию пойдешь? На ГГ есть голосовалка, голосуйте. Мы там увидим. Эх, ради тебя куплю премиум. Атаман, большое, конечно, спасибо, но ты сначала погляди. У тебя нормально как будет? Потому что, может быть, у тебя лаги будут с премиум на моем канале. Все-таки битрейт не маленький, как-никак. Так, собираем все это дело. Ты до этого проходил Ризан? Да, и не один раз. Игра мне очень сильно нравится. Очень и очень. Она напоминает мне реально Готику 2. При этом, знаете, в нее играется как будто вот просто Готика 2 с обновленным движком. Очень приятно, в общем. Тело у нее странное, говорит, экземпл. Ну, может быть. Может быть, хорошо. Бывают такие проблемы у них. Так, собираем травку. Идем дальше. Опа, грифончик наш. Я поставил премиум, все видно отлично. Но что за несправедливость? Ну, блин, это ГГ. Ну, в смысле, good game player. ГГ-то тут ни при чем. Конвертация такая в 720p. Непропорциональный экземпл такой. Окей, ушки, да. Есть такое у нее. Да тут вообще на самом деле персонажи такие. Отчасть непропорциональная физика тут, конечно, местами хромает. Вот смотрите, какой тут прыжок. Это такой немного не физический. Фракция магов немного опережает ближайшего конкурента на 10%. Ну, вы как бы поднапрядитесь, конкуренты, тогда. И маги просто не смогут перейти вам дорогу. Давайте сохранимся. Принимаем его. Сколько максимальный переносимый вес героя? Ноль. Хоть сколько. Готика 2 лучший, говорит. Там было заведение красного фонаря. А я вам немного спойлерну. В Геран Харборе есть тоже такое заведение. Поверь, и оно неплохое. Ладненько, собираем все это. Так, идем дальше. Ну, на СК 2ТВ между премиум и высоким качеством минимально. Да, оно не минимально, но оно не мылит премиум. Вот поэтому и лучше. Должно быть как-то так. Вот сейчас тут такая туманная локация, возможно, мылит. Кстати, кто говорил насчет щитов? Тут щит был, по-любому. Вот он, щиток, о котором, скорее всего, вы и говорили. Фу, Бесераф, тебе тоже огромнейший привет. Так, собираем, в смысле, одеваем щит. И спускаемся вниз. Будешь часто туда заходить? Извини, Экс, я немножко как-то не в курсе. Куда конкретно? Повтори, пожалуйста, вопросы. Я, возможно, не увидел. Просто многие играли в Ризан Милишниками, поэтому хочется увидеть замагов. Ну, ясно. Так, принимаем моль. Давай, давай, еще один ударчик. Или два? Один, хорош. Серию проводим. Так, еще. Давай, давай. Ну, что ж ты так... Эх, а я только щит опустила, она меня просто приняла. Дамочка, конечно, шустрая. Так, стоит попить воды, а то я что-то запершила. Иди в гробницу. Горватана говорит. Ну, сейчас мы туда и сходим. А я играл за мага, потому что считаю их слабаками. Интересная позиция. Вот тут, кстати, пещеры и всякие... Ну, вообще, все сделанное под землей очень классно сделано. Так. Так, тут есть такой вот косичок. Ладненько. Давайте сохранимся и спустимся вниз. Черт! Вот что я и говорил. Я и в 9 нажал место и в 8. Это фейл. Очень атмосферно. Неделю назад играл в Reason 2. Там куда хуже все. Да, я и говорю, что по темам... Reason 2 намного отличается с Reason 1. Есть такое. Ну, вот нельзя переделать кнопочку на F5 почему-то. Она заблокирована. Обязательно на F8 и F9. Но я же постоянно буду случайно клацать. Они слишком близко. Не то, что надо. Фуа. Я Reason 2 пару дней назад прошел. Молодец, Весарав. Она тоже неплохая игра. Ну, с таким специфическим вкусом, скажем так. Напоминает чем-то отчасти как раз Готику 3. Может быть, ради Аллочки еще на стрим пройдешь Reason 2. Посмотреть хочется? Ну, хорошо, посмотрим. А проходил Готику 2 с модным возвращением? Нет, не проходили. Мы в нее играли. Как я играл. Вот. Я поставил самую максимальную сложность. Дошел до Рудниковой долины. И там как-то меня орки слишком сильно карали. Мне пришлось на какое-то время забить в нее играть. Потому что были свои домашние дела. Не смог я, в общем, ее осилить. Но ничего. Я думаю, как-нибудь на стримах у нас получится это сделать. Фуа. Reason 3 выйдет в середине августа. Будешь стримить? Конечно, да. Так, ладно. Пока это все собираем. А где ссылка на голосование? Народ с Гудгейма. Огромнейшая просьба. Если кто может, пожалуйста, скиньте на СК2ТВ ссылочку. На чатик. Либо на мой канал. Я думаю, там решат люди. Так, идем дальше. Вроде как больше никого нету. Хотя нет, вру. Есть грибочки. Вообще, какого фига тут насекомое такое большое? Вообще, в Готике 2 всегда были большие насекомые. Ну, вообще, в серии Готики. А тут они, я не знаю вообще, какая мотивация. Никогда это не рассказывалось, почему такие монстры тут большие местами. Фу, ладно, идем наверх. Надо тут подхилиться, я думаю. Так. Какую травку-то поесть? Вопрос. Ох, нифига, мы уже шляпу Пикси нашли, которая добавляет плюс один к ловкости. Это вот классно. Это аналог ягоды Гоблина. Так, ладно. Вот это кушаем. Репы едим. Давай-давай, ешь. И хлебцем закусываем. Кстати, у нас вообще мясо есть. Надо мясо кушать. Тут можно есть дороги, тем временем. Это такой огромнейший плюс. Давайте, возьмем тут еще премиум народ. Тут как минимум две этих... Я не знаю, как их назвать. Ух, ужасные моли. Ладно. Сейф и принимаем. Давай, один на один. Оп, удар. Так, еще один ударчик. Бег не ту. Вот с таргетом небольшие проблемы оказались. Давай-давай, Моль. Давай серию. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну ты чего, Андрюха? Ты сможешь? Давай. Вот, поехали. Отлично, отлично. Собираем все с Моли. Естественно, все, что рядом валяется, тоже собираем. Фу. Не особо... Не особенно они проблемные. Кто говорил, что Reason 1 слишком сложная, ну, вы видите, что если хорошо подходить к проблеме, она довольно-таки быстро решается. Да, и тут главное, можно блочить все удары. Правда, вот крысы, конечно, в начале они могут такие серии делать. Мама, не горюй. Эй! Нифига, какая она шустрая крыска. Фух. Нифига. Вообще. Жесть. Я чуть не сдох от нее. Надо быть поосторожнее. Здесь таргет сделан лучше, чем в Готике, мне кажется. Ну, если ты говоришь про Готику 3, то да, ты совершенно прав. Тут таргет намного лучше. Фу. Так, собираем все, подхиливаемся, идем наверх. Это легко до первого кабана. Я помню, как ты убегал от него. Ну, а что поделать? Я же не говорю, что это просто изи-мод. Но мы, блин, первым левелом проходим. Или какой мы сейчас? Ну да, первый левел только-только получили, народ. До кабанов дойдешь. И потом посмотрим, как блочить будешь. А, там они не блочатся вообще. Они пробивают блок, по-моему. То есть, стаминки не хватает. Или что-то в этом роде. Так, сохраняемся. И заходим. Эй, ты, там. Что ты здесь делаешь? А ты чего такой радостный? Сейчас паки пойдут. Ну, ладно. Эй, успокойся. Я ничего плохого не делаю. Успокойся. Я ничего плохого не делаю. Меч тут у меня. Так что я буду принимать решение. Ясно? Попробуем еще раз. Что ты тут делаешь? Бессмертий реально пройти? Да все можно пройти без смертей. Просто это надо заморачиваться. Я, ну, как бы у меня такой летсплей происходит, который именно упор не делает на то, что мы проходим, я не знаю, без костров и с Элуаном и так далее. Да я даже не знаю, где я нахожусь. В настоящее время ты находишься в непосредственной близости от моего меча. Ничего не приходит в голову? Мое судно пошло на дно, а меня выбросило на берег. Значит, один человек из экипажа уцелел? Ну, вообще, нас двое было. Мы-то думали, что выжил только инквизитор. А ты не похож на человека инквизиции. Я обрятался на корабле. На корабле инквизиции? Сразу мечтал. Окей, нам сказали достать какое-то неплохое оружие в этом доме. Оно тут есть, по-моему, сверху. Чуть лучше нашего меча. Так, собираем все. Даже вот эти вот крупицы золота, они нам явно в будущем пригодятся. Особенно на начальном этапе. Что-то тут валяется, слушайте. Ну, ладно, не будем на этом акцент ставить. Так, поднимаемся наверх. Собираем все тут. Сосудики, хлебик. Так, скамья сидеть мы не будем. И... Так, Ром. Ром, это хорошо. Пропустил хилку на полке. Как так? Стоп, на полке действительно пропустил? Да не может быть такого. На какой полке? Где хилку? Кто меня разводит? Да нет, экс не может разводить. Ох, точно. Спасибо, экс. Огромнейшую тебе пятюню. Так, давайте меняем меч. Чуть-чуть он длиннее, я так понимаю, и чуть больше бьет. Окей. Так, ну и с мужиком переговорим. Я нашел меч. Отлично. Надеюсь, ты знаешь, как его использовать. Да, конечно, я знаю. Мне бы тут помощь не помешала. Я ранен. Ну и что? В углу есть бочонок с водой. Глотни-ка водички, да освежись. От тебя морской водой несет. Если ты планируешь и дальше получать раны, запасись лечебными снадобьями. А где мне их искать? Ну, на деревьях они не растут. Так что придется поискать торговца. Тут есть парочка. Окей, ушки. Что же у нас тут дальше можно? Давайте его полностью насчет всего расспросим и для начала девушку отправим, чтобы он спас ее. Со мной на берег сошла одна девушка. Она в заброшенном доме к югу отсюда. К югу. Должно быть это дом потерпевшего крушения. Схожу туда попозже. Если она там, отведу ее в более безопасное место. Да, самое забавное. Экс предположил, я умираю. И если я умру, то всему миру придет конец. А ему отвечают, да ну и что? Какая разница, да? Что ты можешь мне про это место рассказать? А что ты хочешь знать? Мы все хотим знать. Я тут, похоже, застрял основательно. Где тут можно едой или деньжатами разжиться? Ха, здесь тебе ничего не обломится. Я сюда попросился только ради того, чтобы за бурями наблюдать. Просто невероятные они тут. Особенно, когда мимо проходят. Пару недель назад я б тебя прямо в Харбортаун отправил, но уже не пойдет. Почему нет? Там кругом инквизиция. Защищает эти развалины, да набирает рекрутов для этого чертового культа белых мантий в монастыре. Я лично на стороне Дона. Мы тут единственные, кто сохранил свободу. Жить приходится в лагере посреди болота, но это все-таки свобода. Я бы на твоем месте двинулся в болото. Попробовал бы уговорить Дона взять тебя к нам. Ну или в Харбортаун заглянул бы. Только от монастыря. Держись подальше. Ну ясненько. В любом случае, сначала пойдем, я думаю, к Дону, выполним кучу квестов у Дона. И потом пойдем, наверное, в Харбортаун. Что мне может предложить Дон? Мясо, пиво, работу. Может, даже тренировать тебя будут. Меч у тебя есть, в конце концов. В монастыре тебе смогут предложить, в лучшем случае, посох. Это же просто большая палка. Даже не оружие. Ну понятно. Так, ну окей. Он нас заманивает в свой лагерь. Ну а почему нет, в принципе? Ну, по крайней мере, сходить-то мы туда точно сходим. Можешь показать путь в Харбортаун? Конечно. Следуй за мной. Ай-яй-яй, не-не-не-не. Извини, извини, мужик. Ай, черт. Так, у нас есть загрузочка же? Ну чертяга, я не хочу за тобой идти. Ладно, пошлите. Чего ты ждешь? Я случайно нажал эту кнопку, чтобы он побежал вперед. Блин, и ХП, если не восстановил, тоже плохо. Давайте чуть-чуть мяска покушаем. Вот, хорош. Так, а жареное у нас что-то еще было, да? Вот куриные ножки. Еще куриными ножками перекусим. Ух, я сам есть захотел. Черт. Ладненько. Сейвимся. Тут должны быть по правой стороне парни, которые нас будут встречать. Идем. Идем, идем. Ну где они? Я что-то не пойму. Иди со мной. Да иду, иду. Вон волчонок, кажись, да? Или что это? Да, волчонок. Тоже голодный волк, не проблема. Так, и все что ли? Что это за халява у вас? Иди со мной. Видишь ферму там, в долине? Вижу. Там работают слуги Инквизиции. Их называют послушники. Это ученики магов из монастыря. Пообщайся с ними. Они помогут тебе добраться до Харбортауна. Только постарайся не стать одним из них. Если они тебя сцепуют, путь в лагерь Дона тебе будет заказан. Спасибо. Дальше я сам разберусь. Я в тебе не сомневаюсь. Удачи. Увидимся еще. Ну ясно все с ним. Так, у него еще был диалог насчет монастыря. Давайте послушаем. Ты упомянул какой-то монастырь. Это что такое? Это место, где ты в жизни не захочешь оказаться. Там Инквизиция тренирует новобранцев. Мозги им промывает. Даже не думай туда соваться. Ладно, может давайте попросим его довезти до своего лагеря. Слушайте, это же дикая халява. Он реально может довезти до своего лагеря. И при этом даже помочь кого-то убить. Так, давайте попробуем зайти сюда, поспать, квесты выполним. И тогда уже будем решать, куда пойдем. Они, кстати, больше на монахов похожи. Но они, по сути, и есть монахи. Инквизиция, они разделяются, насколько я помню, на два типа. Скажем так, один тип это воины, и другой тип это маги. Ну, а маги это, соответственно, в какой-то степени монахи. Так. Тут есть сундучок, его надо обязательно пролутать. Жемчужное жерелье. Вот это никуда не надо девать, жерелье. По-моему, где-то в городе нам понадобится квестик. Ну, сдать его, возможно, будет. Так что не надо его сливать, это точно. Так, будем... А, будем, короче. Будем все квесты выполнять потихоньку. Сейв тем временем. И говорим с Тристаном. Ну, естественно, это же воины Ордена. Так, ну кто же ты? Кто ты? Меня зовут Тристан. Я начинающий маг. Я приглядываю за этим местом. По приказу круга магов. Спроси у него про Изольду. Что за Изольда? Эксемпл. Что это за место? Простая ферма. Теперь она под управлением Инквизиции. Мы обрабатываем землю и заботимся о животных. Наша работа гарантирует благополучие Ордена и людей Инквизитора Мендосы. Ну, ясненько. Мы, естественно, ищем работы. Я ищу работу. Что ж, работы у нас на ферме более чем достаточно. Отправляйся к моим братьям. И пусть они дадут тебе задание. Мы не богаты, но по-прежнему ценим честную работу. Еще. Какое отношение маги имеют к Инквизиции? Круг магов долгое время находился здесь, в монастыре, у подножия большого вулкана. До того, как темная волна накрыла землю, и из-под земли взошли эти руины, это было место обретения знаний и веры. И теперь Инквизитор ищет способ справиться с этой тьмой. Нам очень повезло, что он нашел нас в час нужды. Теперь монастырь служит не только домом для магов, но и тренировочным лагерем для рекрутов Инквизиции. Ясно. Говорят, заик не трогай только, Экст. Экст опять в своей атмосфере, я понял. А как же мясо, как же жизнь мы будем? У нас же тут ничего нет, мы голенькие, считай, ходим. Как думаешь, что мне делать дальше? Но я бы не советовал тебе бродить вокруг в одиночку. Это кратчайший путь к следующей жизни. Возможно, разумнее всего было бы пройти курс обучения у воинов Ордена и стать рекрутом. Тренировки с боевым посохом и основы магии никому не помешают. Если ты не боец, то можешь поработать на торговцах в городе. Только осторожно, не попадись разбойникам Дона. А может тебя интересует высшая магия, которую изучают послушники? В таком случае тебе следует явиться в монастырь, не попавшись воинам Ордена. Может быть в городе кто-нибудь поможет тебе. Выбор за тобой. В любом случае, членов каждой из групп ты найдешь в Харбортауне. Они могут рассказать тебе больше. Будь я на твоем месте, я бы отправился туда. Так, кто-то говорит, что вроде у него броня какая-то в доме лежит. Я этого, к сожалению, не знаю. Я дом этот ни разу не грабил. Можешь проводить меня в Харбортаун? Я не могу оставить ферму. Но брат Телур проводит тебя туда, если пожелаешь. Отлично. Спасибо за совет. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, ты должен быть готов помочь взамен. Ну, понятно. Ладно. Что тебе нужно? Поговори с моими братьями здесь, на ферме. Узнай, что им нужно. Едва мы перестанем нуждаться в твоей помощи, мы с радостью проводим тебя до Харбортауна. Окей. Может, вы на ферме еще и торгуете? Торгуем? С кем? Не считая бандитов Эстебана, поблизости никого нет. А что насчет меня? Будешь торговать со мной? У меня мало что есть. Но я с удовольствием тебе все покажу. Отлично. Давайте посмотрим, что у него есть. Во-первых, у нас есть немного голды. 134. Так, мы можем все это взять? Да. Мы можем это все взять и продать всякую чушь. Вот это нам не понадобится в будущем. Так, продаем это все дело. Ну, где-то так. Нам вроде как хватает, да? И золотое колечко еще можно пихануть, да. То, что надо. Так. Оплатить товар. 19 голды осталось, но вот эти вот слабые зелья лечения нам в будущем очень сильно понадобятся. Так, ставим их на фаслот, на всякий случай, сразу же. Ну и пошлите дальше. Так, вот это мы же можем взять, да? Ну да. Колбаса и ром тебе явно не нужны. Так что давайте выполнять по мелкому квесты. Хо. Так, что у нас тут есть? Тут надо все собрать. Зерно, насколько я помню, квестик. 10 штук зерна надо собрать. Их довольно-таки много. Так. Это кто, поинт, во второй был квестик-то? Танабл свеклу, по-моему, всю выдрать. Как-то так. Вот, тоже был такой забавненький квест. Такая отсылочка ко второй части. Так, что-то как-то я невнимательно бегал, видимо. Вот еще зерно. Вон еще было. Ага, отлично. Курочки тут ходят. Вот еще зерно. 9 из 10. Где последняя-то? Возможно, в начале я как-то упустил, да? Курица. А вот да, точно. Фу, так. Ну и говорим с этим парнем, Томас. Ты с ума сошел? Прогуливаться тут вот так. Как ты думаешь, что случится, если тебя поймает Инквизиция, а? Да ничего. Что ты делаешь? Я обрабатываю свое поле. Твое поле? Да. Вот это мое. А то, которое через дорогу. Поле Теллура. Он, конечно, сделал больше меня. Как всегда. Понятия не имею, как ему это удается. Он уже собрал весь урожай и сложил в амбар. А вот я боюсь, что не успею вовремя. Не могу отличить созревшие растения от незрелых. Они все мне кажутся одинаковыми. Так, отличный вид на травку. Давайте вот тут лучше будем с ним гладить, а то там травку нам показывают слишком близко. Сам их позовешь. Слушай, я тебя не выдам. Но воины ордена часто заходят сюда, чтобы проверить, как идут дела. Так что просто предупреждаю. Будь осторожнее. Дэв зашел и говорит, хай, отыгрываемся упыря. Дэв, тебе тоже огромнейший привет. Да нет, а может и да. А там что, упырь выиграл, что ли, в этом голосовании? Тебе нужна помощь? Ты серьезно? Что ж, я отказываться не стану. И что я получу, если ты не откажешься? Ну, я послушник. И у меня почти ничего нет. Но если ты соберешь растения и принесешь их мне, я дам тебе целебное снадобье. Что скажешь? Да без проблем. Идет. Я принесу тебе созревшие растения. Отлично. Тогда я смогу начать обучение магии, пока тут все не развалилось к чертям. Просто найди созревшие растения на моем поле. Ладно? Десять. Думаю, достаточно. Да вот тебе десять растений. Спасибо. Если бы не ты, у меня были бы страшные неприятности. Вот твое целебное снадобье. Угу. Окей. И часто сюда заглядывают эти воины Ордена. Инквизитор посылает сюда одного воина каждые два дня. Они любят держать руку на пульсе. Он забирает наш урожай и мясо. И отвозит все в монастырь. А уж там они обжираются нашей едой. На твоем месте я бы спрятался, когда он появится. Спасибо за предупреждение. Так, ну тут хотя бы более-менее живые диалоги, согласитесь. И герои так между собой разговаривают интересно. В общем, все приятно. Смотри, куда идешь. Здесь растет хлеб. Ну, естественно. Скоро твой хлеб будет собран. Кто это говорит? О! Это должно быть Томас? Я прав? Ему следовало бы работать, вместо того, чтобы болтать с заезжими. Мое поле вдвое больше его. И возделывание этого участка занимает у меня в два раза меньше времени, чем у него. Сам ленится, а делает вид, что из сил выбивается этот Томас. Ясненько. Но помощь ему навряд ли нужна. Он такой самоуверенный парень. Нужна помощь? Нет, спасибо. Хотя с твоей помощью я бы давно управился. В любом случае, спасибо. Так. Тристан сказал, что ты можешь провести меня в Харбор Таун. Могу. А Тристан говорил, что я должен вести тебя туда? Вообще-то нет. Ха! Ну, попроси меня еще раз, когда он так скажет. Так. Окей. Давайте еще один квестик вот у этого возьмем. Ну да, маловато. От шести двое это, конечно, печально. Голодные волки? Нет ничего лучше. С твоей стороны благородно предложить мне помощь. Но вынужден тебя предупредить. Эти твари сюда уже несколько дней не заглядывали. Думаю, они серьезно проголодались. И крайне опасны. Есть хорошие новости? Ну, они волки. Мечей у них нет. Если ты не вернешься через пару дней, это будет значить, что ты стал чьим-то обедом. Здорово. Так, а откуда же эти волки-то? Откуда эти волки? К северу отсюда есть небольшая пещера. Я сам туда не ходил, но готов спорить, что их пещера именно там. Окей. А странно, почему чисто из логики не придут из монастыря и не помогут? Но это же просто супер легко, и они их обеспечивают едой, и это же все бесплатно. Неужели никто тут не может защитить тебя и твоих животных? Ну, воинов Инквизиции больше волнует золото из развалин храмов, чем помощь послушникам. Мы тут одни-одинешенькие, в лучшем случае. В худшем, наедине с волками. И это не мешает Инквизиции приходить сюда и требовать дань. Не хочу жаловаться. Я сделал свой выбор, но иногда это просто невыносимо. А не хочешь сначала квесты на болоте выполнить, а потом в город? Так мы так и планируем так сделать, на самом деле. Просто я хочу везде все повыполнять, а потом уже в город идти, да? Так и будет. Сначала мы пойдем, собственно, к наемникам. Воины Ордена тебя используют? Ну, прямо так сказать нельзя. Маги подчиняются закону Инквизитора. Ну, знаешь, у нас у всех общая вера. Но маги требуют, чтобы послушники держали нейтралитет. Поэтому я и не беспокоюсь насчет Дона и его людей. Они знают, мы им ничего не сделаем. Ага, ясно. Так, тут, по-моему, что-то лежало сразу же. Ох, нифига. Вот здравствуйте, кабаняка просто. Сэвимся и давайте попробуем кабана убить, что ли? Так рычит. Ох, нифига у него удар-то. Так. Эй, ну чарджер, это зачем? Ах, ну... Надо запомнить, есть чарджи у него, есть шустрые удары. Надо, в общем, чаще юзать вот эти вот полуперекаты, когда ты быстро отскакиваешь. Загружаемся. Я говорю, загружаемся. Вот, поехали. Твои любимые кабанчики. 0-3 в пользу игры. Ну, вообще, кабанчики, конечно, они довольно-таки жесткие. Кто ж спорит, в начале игры особенно. Потом они, думаю, будут намного легче. Я уже давно в Ризе не играл, поэтому многие их нюансы я как-то упускаю и забываю. Так что будем играть то, что есть. И как есть. Надеюсь, сейчас соберусь, все будет нормально. После серии ударов в бок, говорят, отходи. А в чем разница, в бок или, допустим, назад? Я назад отходил у часу. Не прошло это. Там еще змеи пойдут. Вот это боль. На самом деле, змеи я не помню. Я помню... Хотя, ладно. В любом случае, ставьте плюсы, подписывайтесь на канал, оставляйте для фидбэка комментарии снизу стрима. Соответственно, если кто-то хочет поощрить материально, есть в плеере вкладочка, а также есть все реквизиты снизу. Всем спасибо, кто это делает. Молодцы все. Так, окей. Надо собраться и его убивать спокойно. Два удара мы, в принципе, наносим. Эй, да что ж ты такой шустрый? Вот, его удары, это отвратительные просто. Слушайте, а как же к нему подойти? Вправо? Да, 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 да. Сто пудово надо вправо как-то работать. Или, может, фу его бросить пока что? Потому что он такой довольно-таки шустрый. Четыре. Правильно сказал, вбок отпрыгнуть надо. Кабан на таран идет, поэтому... Да, 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 окей. Давайте попробуем и вправду по правой стороне, потому что, ну, по правой вроде как в теории должно быть намного лучше. Кабаны такие балансные, да. Но на самом деле нифига, да, он такой жестенький, жестенький. Пусть послушники забьют. Пусть послушники забьют. Не, оно того не стоит. Чтоб еще послушники на него... Это же моя экспа. В теории. По крайней мере, в теории моя экспа. Послушники, они там его забьют. Не, 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 не. Сейчас я соберусь, всех убью. Сейчас все будет. Просто скилл подрастерял немножко. Так. Черт. Давайте попробуем назад. Ай, это как? Я специально нажимал влево, но там надо в два раза шустро. Черт. Да бог с ним, короче. Давайте сейчас соберемся, лучше волчков побьем. Потом придем. Пока главный герой экспы кабана является, да. Какая боль. Аргентина и Майка опять ноль, да. Так, ладно. Бог с ним, короче. Пошлите к волчкам обычно. Чтоб у нас еще и унижал этот кабан. Ну его нафиг. Сейчас, сейчас все будет, короче. Кто-то шутил насчет кабанов. Они всегда мощные. Как будто кого-то из разработчиков в детстве сильно обижали кабаны. Да, такое возможно. Привык к казуальной готике. Да нет, ну на самом деле в начале-то игра очень легко нас встретила. И там были небольшие проблемы, но мы их прошли очень быстро. А тут прям что-то начали унижалить и какое-то. У меня дежавю. Привет, третий готика. Да нет. Ты чего? Это не третий готик. Это даже не рядом. Ему три раза сказали, в бок уворачивайся, а он не может. Да дело-то не в этом, что в бок. Смотрите, назад-то, когда я жму, он... Главный герой сразу отходит назад. А когда я в бок жму, он... То есть... Вот эти вот перекаты немного по-другому делаются по механике. Ну и... Я еще не привык к ней, что ли. Так, ладно. Бог с ними. Все собираем и идем убивать обычных волочков. Эй, в смысле... Ух, я его даже не заметил. Так, отходим. Ай, это же... Ай, это непростой волк. Он гораздо сильнее тех, которых мы видели до этого. Фух. Вот это уже начинает встречать нас. Неплохо так. Не уходи. Куда не уходи? В смысле челлендж? Так мы вернемся, ты не беспокойся. Крепись. Тут-то уходить-то, господи. Чуть-чуть-то зашел буквально. Фух. Так, восстановим хпшечку на пятюню. Я думаю, стоит сохраниться. Вот как-нибудь вот так вот. И поехали дальше. Сейчас, говорят, по два пойдут. Ну ничего, ничего. По два, так по два. Убей кабана, говорят. Убей кабана. Будь мужиком. Так. Эй, ну ты чего? Чертяга. Так, одного минус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вроде приняли неплохо. Отлично, давай. Так. Давай блочим. Серии-то будут? Давай-давай. Ну-ну-ну. Ну че ты там стоишь? Так. И... Отлично. Фух. Так, нормас. Нормас. Надо просто чаще блочить, нормально входить в раж. Так, еще хилочку. Что у нас тут? Лечебная травка. А дальше у нас пусто, да? Угу. Окей. Фу. Тут кабан щит пробивает. Ну да, я в курсе, что кабаны щит пробивают. Это нормально. Для кабанов это нормально. Сейвимся. И принимаем волчков. Главное по одному их слить, а дальше уже будет попроще. Вот. Вот я о чем и говорил. Главное по одному их слить. Да чтоб тебя. Так, минус один. Ай-яй-яй-яй. Опять мало хп. Черт. Ну давай. Как он просто... Ах, как бог видели. Просто сзади подошел и... Унизил. Это тени Готика 3. Райт-клик не прокатит. А мы с альтернативным И проходили. Там райт-клик тоже не рулил. Жесть, конечно. Он так резко отпрыгнул еще. Просто мужик, конечно. Не продолжать считать? Да и если хочешь, считай. Почему нет? Твое право, Экс. Всех животных бить ритмично. После принятия на щит. Кроме кабанов. Ну, в принципе, я так-то и принимал. Просто проблема в том, что я еще не разыгрался. Сейчас. Сейчас все будет. Главное попить сейчас водички. Собраться и все будет нормально. Какой же ты мужик, свиньи, испугался. Давай, загружайся. Эй, доставай, меч. Ишь он. Запихнул его назад. Так, принимаем, парня. Эй. Какой он волчара просто. Принимать надо их обоих. Не давать, чтобы кто-то сзади подходил, когда этого было. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, как хреново вот это вот сейчас. Выбрал очень я плохую позицию. Так, есть. Одного слили. На фулл хп. Так. Давай, давай. Обходим. Какой шустрый он. Так. Еще немножко. И... Еще один ударчик. Фух. Слили. Не особенно это проблемно. Просто надо удачно входить и смотреть за атаками врагов. Вот и все. Сейчас я соберусь, будет все нормально дальше. И кабана сольем, всех сольем. Отлично отмазался. Я еще не разыгрался. Герой подскользнулся, карта лагала. Да-да-да-да-да. Все правильно. Так. Что у нас тут? А тут, по-моему, одни жилы, да? И все. Ну, жилка одна, по крайней мере. Хорошо бы я умел проводить разведку. Ладненько, идем дальше. Эй, не застревай. Будет посох с лезвием. Если им... Тогда ритм поймаешь, и кабанов, и вурдалаков норм бить. Если ответить не смогут эффект, зажевывания своеобразные. Ясненько. Примем к сведению. Так, надо восстановиться понемножку. Во. Эй, я должен тебя предупредить. На ферме есть воин ордена. И что? Так что... Тебе сюда нельзя, в общем. Если он тебя увидит, то отправит прямиком в монастырь. И какие будут предложения? Придется подождать, пока он не уйдет. Иди за мной и не шуми. Спрячешься в кладовой. Там есть кровать. Отдохни. Воин провалит через пару часов. Ясно? Окей, пошли. Хорошо. Видимо, придется тебе доверять. Превосходно. Пошли. Не дай ему себя заметить. Идем, идем. Как медленно идти? На шифт, да? Окей. Музыка очень классная, по-моему. Очень-очень. Эмм, там воин. Давайте подсейвимся. Немножко принаглеем. Тут яйцо валяется просто. Его обязательно надо взять. Так, идем дальше. Не делай глупостей. Если... Ясно. Все, пошли спать. Нафиг тебя. Спим до следующего утра. Восстановились. Я думаю, этот парень уже ушел. Все хорошо у нас. Ох, черт, нифига себе утро. Тут как вечер какой-то. Все чисто. Воин свалил. Хорошо, что я тебя первый заметил. А то ты бы уже в монастырь топал. Я бы сказал, тебе очень повезло. Ха. Волки мертвы. Ты их убил? Это радует. Теперь я снова могу спокойно спать. Вот, прими в знак благодарности. Мне бы ни за что не справиться в одиночку. Надеюсь, ты найдешь свой путь, друг мой. Я тоже на это надеюсь. Найдем, не успокойся. Удачи тебе и спасибо. Насколько понимаю, упырь это тот, который всех сдает. Да нет, упырь это... Неважно, в общем. Ладненько, давайте с лидером их ним переговорим. Сохранимся и переговорим. Насчет фермы. Волки в соседней пещере мертвы. Кажется, судьба была благосклонна ко мне, когда выбросила тебя на эти берега. Возьми это в награду. За Дона спрашивают, будешь проходить. Ну, сейчас мы посмотрим вообще, как по-голосовалски. Скорее всего, вообще будем проходить за кого-то завтра. Пока все не проголосуют. У Теллура нет для меня работы. Он только что закончил свою работу. О да, Теллур наш самый трудолюбивый работник. Две дюжины таких, как он, и у нас не было бы проблем. Жатва завершена. Хорошо. Приятно знать, что если нам и суждено умереть, то не от голода. Здесь несколько монет. Увы, Томас у нас трудный ребенок. Если бы он работал так же усердно, как жалуется, он бы давным-давно собрал весь урожай. Вероятно, ему следует пересмотреть свое желание быть магом. Кажется, я больше ничего не могу сделать для вашей фермы. Тогда собирайся в дорогу и прими мою благодарность. Ах да, захвати с собой вот это. И да, светит священный огонь твой путь в эти темные времена. Если ты не раздумал идти в Харбортаун, сходи к брату Теллуру. Он покажет тебе путь к северному входу в город. Спасибо. Ясненько. Харбортаун, все дела. Кто-то тут говорил, что у нас лежит неплохая броня в этом доме. Еще бы знать, как подкрадываться. Давайте посмотрим в инвентаре, ну в смысле в управлении, как быстро или медленно идти, так чтобы нас не заметили, кроме шифта. Оснащение. Идти, шифт. Видимо, нету такого, чтобы очень медленно идти, или как-то еще медленнее идти, чем шифт. Так, ну давайте попробуем, что ли. Через шифт. Золотым... Эй, эй, ну я случайно, ну это как... Какой я воришка, блин, ну... Катрелл не помогает. Все плохо. Нас спалили. Давайте проверим на всякие. Да, есть какая-то броня. Одежда моряка. 100 копеек стоит. Не-не, эй, 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 эй. Вот, так. Краса, говорят, надо научиться. Ясно. Это, видимо, перк. Так что давайте поспим. Не дайте ему уйти. Да я спать ложусь, все, успокойся. Не надо меня обижать. Не могу спать. Сейчас ты спать не можешь. Да почему, за что? Ну-ну-ну, ну вы что-то... Так, давайте отбежим. Может, он на нас плюнет и как бы забьет. Стой на месте. Так, убегаем. Ну или хотя бы штраф я какой-то выплачу, и он плюнет на нас. Фу. Не запомнят, говорят. Так, ну сейчас вернемся и посмотрим, будут ли атаковать или нет. Нет-нет-нет, не загружайся. Так я не загружаюсь пока что. Погоди. Я хочу узнать, меня запомнят или нет? Или плюнут сейчас на меня? Наконец-то ты мне попался. Тебе некого винить в этом, кроме себя. Никто не поступает так со стражей. А в смысле, меня просто завалили и все, что ли? Вы шутите? Что за халява? Деньги я забрали? Даже деньги не забрали. Тьфу. Тьфу. Вообще, о чем разговор? Сейчас поспим. Еще скажи нам, что ты с нами будешь разговаривать, не обидишься на нас, да? Убирайся отсюда. Нет, ну обиделся, но это мелочь, согласитесь. Вообще. Пускай обиделся у нас. Я думаю, найдем рано или поздно какое-нибудь заклинание на забвение. Прокастуем на него, да и все. Тебе повезло, что послушники не грабят. Может быть, может быть. Ладно. Так, нам надо этого парня принять, встретить. Так что застрелимся. Так. 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 Ой, да вы... Это комбо-вомбо какое-то просто. Изи мод вообще. Еще одна могила. Какие проблемы вообще не заметил? Подумаешь. Какой-то кабаньяка. Еще одна могила. Ладненько. Восстановились. Я думаю, сейчас до полудня поспим, потому что как-то вот слишком уж раннее утро сейчас. И восстановимся в хпшечке. Почему нет сапог? Ну, без понятия. Полудня. Ага, отлично. Фу. Резин 2 кабаны пожестче, говорят, будут. Особенно на начале игры. Ну, возможно, да, я что-то разве как-то по-другому сказал. В общем, разные игры совершенно. Они почти ничем не похожи, разве что одинаковый жанр RPG. А мир прям как будто вот два разных мира взяли. Так, тут еще кабаны. Давайте. Эй, до какого? У него чардж просто, я не знаю, от бога чардж. Ладно, давайте загрузимся. Просто на такое огромное расстояние они прыгают. Это даже потрошитель на такое не прыгал в третий. Броньку-то своруй ее. Мы броню уже одели. Прям буквально она одета на нас в данный момент. Та броня, к которой мы как раз свистнули. Фу. Привет из третьей части, да. Возможно. Фэллоу, переведи. А, кстати, Фэллоу, тебе огромнейший, во-первых, привет-то. По сути. Что ты написал там? Ух, как старался. Две строчки аж. Нежданный тебе огромнейший привет. А что если безымянный Ксардерс перенеслись в мир Ризаны и, например, Инквизитор это сын Ксардерса, ГГ это сын Безымянова. Что-то это очень сильная история, да. Фэх, пришел с работы, Готику посмотреть. А тут Ризан, ну сейчас посмотрим, привет. Да, тебе тоже опять же привет, Питюню. Как-то, правда, поздновато вы приходите. У меня-то уже... Эй, да! Ох, вы серьезно? Черт, мы же вроде возле него сохранялись, да как так? Офигеть. Не сохранились после убийства кабана. Ну ничего, придется второй раз завалить. Ну благо он один. Слушайте, ох, бэкстэк был. Так. Добивали тебя, отлично. Фух. Благо уже как бы выработали методику с помощью чатика. Фух. Эй, 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 эй. Не запрыгивай. Идем по прямой. Не беспокойся. А ну их, в принципе, эти кабанов. Я помню о тебе. Эй, в смысле? Что ты помнишь? Какого? Какого хрена? Не дай уйти. Короче, идите вы в баню. Трус, не трус. Я боюсь. Ты же меня уже один раз изнасиловал там. Че ты на меня опять лезешь? Короче, пускай они идут в баню. И не возвращайся. Не нужны, короче. Побежали они такие за мной. Какие хитрые. Теперь это хочет добавки. А, да, это сильно. Ладно, идем дальше. У нас тут, кажется, что-то есть, да? Какая-то травка. А, это ромашки обычные. Слушайте. Какие-то ромашки 2D-шные вообще. Спрайтовые. Ну ладно. Не важно. Не будем этого мужика просить, чтобы он нам помог куда-то дойти. Я думаю, и сами справимся. Хотя, сейчас отопьемся водички и уже решим к этому моменту, я думаю. Давай-давай, пей. Будь мужиком. Все потому что, как он увидит на кем-пу, на ком-то другом свою любимую пижаму сразу хочет нападать. Да, возможно, есть такая тема. Тут, кстати, есть же еще один, по-моему, кабаняк. А давайте попробуем его слить. Мак же победил в голосовалке. Ну, пускай, да, победил. Молодец, Мак. Это классно, респект ему. Но мы в любом случае будем выполнять все квесты у наемников, чтобы получить больше экспы. Вот и все. Чтобы лучше прокачаться и так далее. Вы знаете, вот, например, в Готике 2 сначала надо было выполнять все квесты, а потом уже вступать в фракцию. Вот по той же системе мы работаем и в Ризен. Так. Нет, третий удар не надо вообще рисковать. Он почти всегда попадает в этот момент. Так, собираем. Тут, кажется, больше ничего нет. Но все-таки графика, она тут такая приятная. Отголосок от такой Готики. Буквально. Фух. Ладно, восстанавливаемся и идем наверх. Пока есть халява, надо ее использовать. И еще раз повторю, мы идем туда к наемникам только для того, чтобы выполнить квесты, получить экспы и золото. Не более, не менее. Так, пошли. Ладно, оказывай дорогу к вашему лагерю. Правильная мысль. Следуй за мной. Потопали? Молодец. Два брата акробатов. Нифига он накачанный, смотрите, у него прям как жилы торчат. Так, давайте подсейвимся на крупный сейв куда-нибудь вот сюда. Вот. Пошлите. Так, стой. Мужик, стой. Или ты на пофиг будешь бежать? Нет, вроде. Давайте вот этих парней сагляем. Ой, слушайте, так они вообще коловы на два удара. Офигеть, что за халява. Так, взяли все, молодцы. Стой, 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 мужик, никуда не уходи. У нас тут еще может быть кто-то. Вот, три кабанчика. Три кабанчика, много опыта. Так, агрим кабана. Уходим, уходим. Идем к мужику. Давай, помогай. Помогай, мужик. У нас проблемы. Во, вот это другое дело. Поехали. Так, восстанавливаемся. Ого, нормальная тема. Так. Эй, ну вас много, а я один. Так, отходим. Так. Бэкстеппим. И минус еще один. А вы говорили, сложная игра. Минус три кабана. Фу. Что ты там пьешь? Стой там. Вдруг еще кто-то есть. Погоди. Будь мужиком. Подожди меня. Так. Цейвимся. Подбираем все это дело. Все, кажется, больше ничего нету. А я надеялся. Ну ладно, идем дальше. В любом раскладе. А во что ты первая поиграла? В Ризан или в Готику? Конечно, в Готику. Готик это уже какая, насколько старая она. Иди со мной. Да, 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 да. Сейчас пойдем. Не беспокойся. Тут вон еще кабаняки. Куда ты уходишь? Будь мужиком. Ты о чем? Нас кабаны ждут, а ты там уходишь. Так. Ой-ой-ой-ой. Давай назад. Так. Раз. О, молодец. Отлично. Именно с учетом кабаняка. Фу. Нормальная тема. Так, восстанавливаемся. Придется, наверное, еще выпить одну зелеца. Так. Ты там стоишь, да? Ну, это вот как саппорт, знаете? Который нам, если что, поможет. Агрим, парни. Давай, 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 давай. Идем. Так, отступаем. Идем к мужику. Идут, идут. Отлично. Давай, помогай. Во, вот это вот другое дело. Отлично. Просто с самого начала. Так, так, так. Вот, вот, вот. Ой-ой-ой, таргет слетает, они двое рядом. Плохо. Так, пытаемся этого убить. Пока. Есть, убили. Сзади еще остался. Который на нас агрится. Есть. Фу. Хорош, хорош. Сливаем. Что там еще есть? Этот парень, у него сразу бесконечные хилки. Почему нет, да? Пускай свои хилки он там пьет. А мы свои не будем. Вспоминая серию Южного парка, где они в СЩЦ на кабанах... А, вов, видимо. На кабанах месяц качались, да. Ой, слушайте. Давайте так сделаем. Фуфанчик. Так, стоп, 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 стоп. Во, и поехали, а? Как раз эта же музыка из той же оперы. Так, сейчас еще отлагает, игра будет отлично. Вот, правда, кабанов нету, что печально. А так было бы отлично. А, ну вот, ежи есть, отлично. Принимаем. Давай, давай, по одному. Поехали. Давай. У нас свой Южный пар будет. Ха. Эй. Пойди, черт, нет, нет. Ай, черт. Еще и жрет гадина нас. Сволочь просто. Ладно, все, хватит. Немножко расслабились, немножко отошли. Фу. Короче, загрузочку делаем. В общем, неплохо так зашли, но... Покарал у нас вторая. Второй. В общем, чувачок. Фу. Враж не входи, контролируй бой. Да, ну, блин. Есть такое, когда уже пытаешься добить, думаешь, сейчас все получится, а нет. Ммм. Ммм. Да какие кабаны, тренируйся на кошках. Ха-ха-ха. Уа-а-а. Ладненько. Фэллоу, я тебе чуть попозже отпишу название трека. По-моему, Пауэл Уолкер. Live to win. Как-то так. Ладненько, сейчас загрузимся, этих двух чупакабар убьем и пойдем чуть дальше. Почему ты не кричал, мама, горшок, горшок, как Артман? А у меня мама рядом нету. Как я, что? Не услышат. Хватит постоянно говорить фух. Ну, фух, потому что мне жарко, вот я и говорю фух. Ну, и, не знаю, это мой таракан в голове, который я постоянно повторяю. Не отпишись, какой трек был. Ну, окей, после стрима напишу в чате. Ну, давай, давай, иди сюда. Да чтоб тебя. Даже два удара не можем нанести адекватно. Так. Два. А тут... Тут нифига у тебя серия была. Вот минус один. Так, блочим. Эй, эй, эй. Разошелся. Давай. Во. Экс уже написал. Точное название песни. Молодец. Так, принимаем. Черт, ну у меня осталось прям кропали хп. Если нас примут, это будет печально. Нет, 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 нет. Так, один. Угу, хорошо. Так, еще удар. И хорош, слили. Но они посильнее будут, конечно, остальных крыс. Вот эти вот нормальные крысы. До этого мы встречали всех слабых монстров, потому что, ну, типа в учалке было. А вот это вот уже все нормально. Игра пошла, в общем. Так, что у нас дальше? Это я как-то тут, бывает, не собираю некоторые вещи. Это печалька, наверное, наверное. Не наверное, а точно. Так. Идемте дальше. Иди со мной. Э, это что было? Вы посмотрите, что с персонажа. Господи. Что с тобой случилось? Рассказывай. Чего ты ждешь? Что это с ним? Ладно. На север глянь. Видишь развалины, что торчат из земли? Ага. Я такие уже видел. Но так вот. Там белые мантии... Что с ним происходит? Объясните. Если у тебя есть мозги, ты туда не станешь самарцем. Иначе мигом схватят и окажешься в монастыре. Ты хочешь быть рабом или свободным человеком? Ага. Что-то ты заладил все одно и то же. Ой, ну прости. Твоя правда. Ты сам себя хозяин. Делай, что хочешь. Пойдем. Уже совсем недалеко. Что с ним случилось? Объясните. И это после загрузки такое. Это такое чувство, что он кого-то тащит. Иди со мной. Боже мой. Что с тобой происходит, мужик? Ну как это... Ладно. Автосохранение тем временем. Чего ты ждешь? Так. Ладно, идемте вперед. Вообще. Иди со мной. Иди со мной. Так. Если пойдешь дальше, на север по тропе, попадешь в наш лагерь. Хорошо. Остерегайся охотников. Эти жалкие лентяи все время стараются свою работу на кого-нибудь еще свалить. Спасибо за помощь. Тебе и так досталось. Так что чуточку доброты ты заслужил. Уверен, мы еще увидимся. Удачи тебе. Ах, ладно, удачи тебе. Ты наш выходящий из гиперпространства, дорогой друг. А мы пока все подберем. Я бы после такого не ходил в его лагерь. Да, возможно. Так, ладненько. Все это дело подбираем. Ждет нас какой-то еж наш местный. Эй, ну ты чего? Ежиха. Ну ты же должна быть добрая. Так. Окей. Принимаем ежиху. Какие у нее усики. Это прям... Или у него. Не важно. Так. Чарджи небольшие. Эй! Ни хрена он встал, понюхал меня. Так. Ага, хорош, слили. Фу. Так, и там травка была. Травку я точно видел. Подбираем, восстанавливаем хп-шечку. Я понял, это борода как карабасов. Буратино. Возможно, возможно, возможно. Так, тут еще... Ох, сколько же вас тут-то, а? Но один точно есть. Мы пришли на болото тем временем. Сталой пометил тебя. Нет, он обнюхал. Не надо тут пометил, не пометил. А, слушайте, это молодая. Это какого хрена? Это молодой. И так прям шустрый. Так, а что-то мы забрали у него. Что же у него было? То ли дубина, то ли что. Ну, в общем, ладно. Что-то мы у него забрали. Так, и человечек нас тут ждет. Наутилус. Наутилуса можно сливать. О, нет. Я не ваншотнул. Вы что, издеваетесь? Чувак, у которого... С которого идет 10 опыта, я его не убил. С одной тычки. Это жесть. Это сильно. Так, ладненько. Я думаю, сейчас на этом мы и закончим. Потому что сегодня вообще незапланированный стрим по Ризену был. Мы так быстро прошли Готику 3 по фасту. Что вот зашли аж в Ризен. С этого момента, я думаю, завтра мы и продолжим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте плюсы. Оставляйте комментарии снизу стрима. Ну, и если кто-то хочет, может всегда поддержать меня и наш канал. Реквизиты снизу. Вот, и до завтра, народ. С 9.00 мы стримим обычно до 15.00, до 16.00 по МСК в среднем. Вот, бывает чуть раньше, бывает чуть дольше. Как-то так. Приходите. И чем же мне теперь на работе заниматься? Вот не знаю, Бесрав. Вот не знаю. В любом случае, до завтра. Удачи вам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...